Привет, динамовцы! Это Саба Сазонов. И сегодня мы русифицируем Клинтон Н.Ж. Клинтон, в первую очередь привет. Привет. Я тебя буду сегодня русифицировать. И начнем с первого вопроса. Как зовут второго нашего вратаря? Лещ. Он просто очень обижается, что ты его называешь. Все время «голкипер». Не, я знаю. Урок номер один. Легионер отвечает на вопросы про Россию. Перейдем к вопросам. Назови цвета российского флага. Белый. Красный, зиний. Топ. Второй вопрос. Как ты думаешь, сколько примерно камерунов разместилось бы на территории Российской Федерации? На территории России? Можно сказать, 10. Меньше? Больше? Больше, больше, больше. 20? Литр, но. 25? 26? Браво, браво. Топ. Следующий вопрос. Ты готов? Что это за зверь? А у какого животного такие большие уши? Кролик? Это герой из мультфильмов. А я не смотрю мультфильмы. Его зовут Чебурашка. Чебураш? Тебе было сложно угадать. Самый дорогой трансфер российского футболиста. Тебе нужно будет выбрать из трех картинок. Жирков в Челсе, Головин в Монако и Аршавин в Арсенал. Этот нет. Я выбираю этого. А почему ты сразу отложил Жиркова? Что за неуважение к старшему? Потому что раньше в российском футболе не было много денег. И ты отвечаешь, что это кто? Вот этот Монако. That's right. Нет. Верный ответ. И за 30 миллионов евро получается вы его купили. Браво. Он знал ответ. Да. Да, конечно. Окей. Митл. Что по нашим приметам нужно сделать, если вам человек наступил на ногу? А почему он это сделал? Сделать то же самое? Правильный, да. Правильный ответ. Это тоже наступят. Потому что в России есть приметы. Если тебе наступили, и ты не наступишь в ответ, то получается вы обязательно поругаетесь. А, хорошо. Теперь буду знать. Теперь буду так делать. Клинтон, ты ответил на много вопросов. Ты знаешь, правда, много о России. Поэтому я считаю, что у тебя твердая четверка. А, это здорово. Это два или три. Спасибо. Сколько баллов у вас получается? У нас пять. Десять. Десять. И ты рад, да? И ты рад всего лишь четверке? Да, конечно. Если у вас максимально пять, то это где-то восемь. Десять. 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 Да, для тебя. Да. Топ. Урок номер два. Русские жесты. Я тебе буду показывать жест, и ты должен будешь рассказать, что он значит в России. Первый жест. Как ты думаешь, что он означает? Как ты показал? Это реально жест. Даже не представляю. Тогда к подсказкам перейдем. Допустим, ты идешь бить пенальти. Ты говоришь, я забью, и показываешь вот этот жест. Как думаешь, что он может означать? Зуб даю называется. Жест. А, даешь? Я не понял. Не знаешь? Ты говоришь, вот ты подошел бить пенальти, ты говоришь, я забью. И чтобы как бы другие русские парни поняли, что ты уверен на все 200%, ты им говоришь, забери мой зуб, вернешь после моего гола. Ну, ты говоришь, зуб даю. Зуб даю, что я забью, что я уверен на... А, понял. Когда я уверен, что что-то сделаю. Да. Жест выглядит вот так. Ну, like, yeah. Вот так? Like this or this. Маленький. Кто-то маленький. Так показывает высокий кому-то маленькому. Нет. У нас на базе, конечно, ты вряд ли этот жест видел, но его достаточно часто используют в России. У нас в России этот жест означает «сыт по горло». А, понятно. That's... Когда тебя, например, достает какая-то ситуация или кто-то достает, ты говоришь, все, я не могу терпеть, я сыт по горло. У нас есть жест, который... Я думаю, этот хороший жест, ты должен догадаться. What it means? Сумасшедший. Yeah. Топ. Топ. Браво. Подводим итоги. За этот урок я ставлю тебе тоже 4, потому что я вижу в тебе интерес и желание развиваться. Я верю в тебя. Я ставлю тебе 4, потому что ты будешь использовать эти жесты в игре. Возможно. Урок номер 3. Русская кухня. Клинтон, представляю тебе блюдо номер 1. Тебе нужно угадать, что это за блюдо. Можешь открывать, я не знаю, если хочешь пробовать, можешь пообедать. У нас как раз время обеда. Это борщ. Это суп. И соус. Да, да. Это национальный русский. Суп, борщ. Я сейчас впервые это попробую. Ребята, вы будете наблюдать супер события. Клинтон из Камерона будет есть русский борщ. Понаблюдаем. Это не для супа. Как мне это есть? Прям так ешь. Мы иногда едим прямо вот отсюда. Так сохраняется тепло. Дольше сохраняется. В горшочке. А это что белое? Это сметана. Кто-то любит ее добавлять в борщ, и ему кажется, что это более вкусно. С этим? Смешать? Немного охлаждается. Смешать и будет вкусно? Я всегда мешаю. Ммм. Но, you can take more. Но. Окей. Я вижу, тебе понравилось, да? Напомню, этот борщ готовили у нас на кухне, и Клинтону он очень понравился. У нас лучшие повара. Это вкусно, просто я не слишком люблю супы. Какую оценку ты бы поставил этому блюду по пятибалльной шкале? Два с плюсом. Борщ никогда так не унижали. Теперь приступим к блюду номер два. Первое, вижу, тебе понравилось, второе понравится еще больше. А теперь узнаем, что там. Ладно, кладем. Как ты думаешь, как называется это? Это такое в первый раз вижу. Что это? Как ты думаешь? Это салат? Да, правильно, это салат. Он называется винегрет. Он очень популярен в России. Он считается одним из самых, наверное, одним из самых полезных салатов. И я предлагаю тебе его попробовать. Но предупрежу, что мне он мне нравится. Это хорошо, Клинтон. Это хорошо. Нет? Это очень хорошо. неплохо. Наверное, ты считаешь, что русские совсем не понимают в кухне, но это не так. Какую оценку ты бы поставил этому блюду по пятибальной шкале? Два. Клинтон, бац сабон, ем? Два. Приступим. Теперь блюдо номер три. Как ты думаешь, что это? Это же блины? Да, это блины. А, это... Как же это называется? Икра. Да. В России самая лучшая икра, я знаю. Икра очень хорошая. Для меня, я думаю, это же самое. А это что? Ты можешь попробовать. Это масло. Ты можешь попробовать. Это все для тебя. Я никогда не пробовал в России икру. В России? Я никогда. Упускал возможность. Судя по твоим глазам, ты считаешь, что это шедевр. Вкусно, неплохо. И какую оценку ты поставишь этому блюду? Четыре. Браво. Тогда мы скажем, чтобы Рома кормил тебя только блинами. Ни борща, ни винегрета, ничего, только блины. И икра. Блюдо номер четыре. Все такое же превосходное и шикарное. Все той же нашей кухни. Это русское национальное блюдо. Как ты думаешь, что это? Очень много народу любят это блюдо и оно особо популярно на Новый год. Я вообще в первый раз такое вижу. Не, не, дай больше, брат. Я не могу. Ну, в России мы едим это с хреном. Хрен это острый, ну, можно сказать, как острый соус. Это очень полезно для колен, хрящей. Мне кажется, мне кажется, неважно, что сейчас говорить, как бы. Клинтон, ты здесь, Клинтон? Я поддержу тебя, Клинтон. Я возьму хрена. Сколько надо брать? Смотри, вот так берешь как следует. Я настоящий русский парень, мне нечего. Белиссимо. Рома, я не знаю, ты готовил ты или нет, но это шедевр. Это блюдо? Стоп, бро. Это мой любимый. Один балл, брат. Один? Один. Бро, для моего респекта. Два, пожалуйста. Два. Добно два. Спасибо, брат. Только один балл, потому что я не люблю холодную пищу. Борщ лучше, потому что он горячий. Но это очень полезное блюдо, правда, оно полезно для хрящей, костей и всего. И оно долго готовится. Далеко не уносим. Я понял перевод этого слова, и поверьте, это непереводимая французская речь. Я даже не знаю, что это. А что это такое? Это кабачковая икра, тебе же понравилась? Да, икра, поэтому, возможно, тебе она понравится. Это из морковки? Кабачок. Не тронфлейт, бро. Только ехать. Просто ехать. Я думаю, мы можем сделать вот этот. Ам-ням-ням. Ммм, тре-бон. Кринтон, специально для тебя мы выбрали самые вкусные блюда из России. Это топ-5. Я хочу разделить страдания с Кринтоном. Надеюсь, это вкусно. Да, бро. Но это хорошо. Бро, я только 50% русских, но я люблю это. Я ставлю оценку 3. То есть, холодец 2, начнем вот с этого. Это неуважение просто. Это неуважение ко мне. Холодец 2, а, блин, кабачковая икра 3. 3? 2? 3. 3. 1? Нет, 3. 1. Клинтон сказал 1. Все правильно. 1. Спасибо. Клинтон, я боюсь тебя напугать шестым блюдом, но это десерт. Это должно быть приятно. И теперь мы узнаем, что это. Это, насколько мне позволяет свой взгляд, и знание, это картошка, насколько я знаю, русская. You can try, that's good. I promise you. Да, и сразу познакомимся с напитками. Это вот это кисель, национальный напиток, так скажем, и компот из сухофруктов. очень вкусно, очень вкусно. Это что-то другое? You can try, but the same, I think. Yeah? Скажи мне что-нибудь. Не молчи, не молчи, Клинтон. Это настолько вкусно, что Клинтон проглотил язык. Они разные. Вот здесь есть кокос, и вкусы совсем разные. Но это вкусно. Both is good. Топ. Сейчас мы попробуем наши напитки национальные. Это кисель. Просто я тебе говорю, это будет очень вкусно. Этот напиток нам дают... Хватит. Нет, ты будешь пить больше. Этот напиток нам дают в школе, наверное, он самый популярный. Хорошо. Хорошо. Ça va? Always ça va. Ça va. Ça va. Ça va bien? Oh, très bien. Просто хорошо. Что-то похожее ты пил? Да, во Франции. В Франции? Oui. Yeah? Сейчас мы попробуем компот. Это тоже, я налью не особо много. Это тоже популярное, ну, как бы, его, мне кажется, достаточно много народу готовят дома. Я, пожалуй, разбавлю свое молчание. Этот мне не понравился. You don't like? Кисель вкуснее. The first is better. The first is better. Я пью за тебя. Вкусно или очень вкусно? Ответочка прилетела. C'est très bon. Какую оценку ты дашь вот всему этому вместе? Вот этому 4 и вот этому 4 а вот этому 2 с плюсом. Not bad. Да. Я скажу свою оценку. 5 5 и 5 и 5. Оу. Это ты попробовал лишь малую часть русской кухни. В первую очередь дай оценку вот тому, что ты попробовал и в целом, как ты считаешь всей вот русской кухни, которую ты ел на базе. И затем скажи по поводу своей любимой, любимого блюда, любого, не важно, оно из России и откуда угодно вот любимое. Что касается еды, это сложный вопрос. Я долгое время жил во Франции, но ел много африканских блюд. А что касается русской кухни, я ее почти не ем. Очень редко. Мне кажется, что она не очень сильно отличается от французской. Примерно такая же. Мне в целом нравится. Но это не очень отличается. Даю оценку от 3 до 5. Повторюсь, с питанием все очень сложно. Я очень люблю африканские блюда. чтобы много соусов, мяса, рыба. И у нас это все готовят по-другому. Очень много всего добавляют. Теперь я буду стараться есть больше блюд русской кухни. Это неплохо. Это хорошо. Это хорошо. Подводим общий итог. Я считаю, что ты хорошо справился с заданиями. Ты попробовал нашу национальную кухню. Впервые попробовал икру. Нужно привыкать к борщу, потому что борщ это просто номер один в России. И я тебе ставлю за все уроки, которые мы прошли, все три урока, оценку 4. И отправляю тебя на экзамен. Спасибо нашему шеф-повару за предоставленные блюда. Клинтону все понравилось. Несмотря на его выражение, он был доволен. Спасибо, шеф. Спасибо. С какой из этих стран граничит Россия? Франция, Польша, Швеция, Бельгия? Польша. Правильно. Кого убил Родион Раскольников? Бабушку, царя или поросенка? Первый вариант. Правильно. Где в России обычно встречаются русский, немец и татарин? На футбольном поле, в русских анекдотах, в ресторане или на рейсе авиакомпании «Россия»? В анекдотах? Правильно. Сколько раз в России празднует Новый год? Два раза. Правильно. Какая из этих шапок из кролика? Вот это. Неправильно. Вот это. Вот это. Какие животные не водятся в России? Киты, тигры, слоны. Слоны. Правильно. В России есть на Новый год традиция, приходит Дед Мороз и дарит подарки. С кем он приходит? С лепреконом и сундуком? Со своей внучкой? Или с собакой большой? Со своей внучкой? Правильно. Что из этого кжель, а что хохлома? Ну, либо одно, либо второе. Закончить известное выражение «Одна жизнь» одна команда. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Увидимся!